Привет, друзья мои! Давайте сегодня поговорим про такую полезную функцию, как мониторы для DaVinci Resolve. Внешний монитор для DaVinci, если вы используете ноутбутчик, второй монитор, монитор-просмотрщик и так далее. Итак, мониторы для DaVinci Resolve. Использование, варианты использования и что с этим вообще нужно делать и нужно ли. Итак, сразу отвечу на последний вопрос. Нужно, да. Да, ребят, внешний монитор для DaVinci это действительно нужная функция. И особенно, если вы работаете на ноутбуке, потому что я работаю на ноуте, это мой основной монтажный компьютер сейчас. И очень часто я слышу недоуменные вопросы, типа, как можно работать на вот таком малепусеньком мониторе. И я вам скажу, что да, на нем действительно неудобно работать. Можно, но неудобно. Если у вас есть свет, все нормально, вы можете работать на внешнем мониторе. И в основном, когда есть электричество, я работаю, то есть монтажка у меня стоит с внешним большим монитором. Я его сейчас в студию сюда не тащил. И примером внешнего монитора или второго монитора я буду использовать iPad. Айпад. Айпадик это такой костыль для тех, у кого есть макбучик и айпад. На самом деле удивительно, но мне действительно нравится то, что в симбиозе с маком можно использовать айпад как второй монитор. Это чудо чудное. Я просто счастлив, что эта пучка работает. Итак, айпад сегодня я буду использовать как второй монитор. Да, это не лучший монитор, но мне сейчас в студию лень тащить мой монтажный большой монитор. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Ну и тем не менее, это такой неплохой костыль для тех, у кого макбучик с маленьким экраном. Вы можете еще дополнительно подключить айпад и вам будет немножко легче работать. Итак, как подключить айпад? Это просто. Заходим в мониторчики, выбираем второй монитор. Тридыщ, айпад подключился. Все, ваш второй монитор есть. Теперь запускаем DaVinci и у нас появляется возможность выбрать либо Dual Screen, либо Video Clean Feed. Давайте разберемся, что это такое и нужно ли оно нам. Итак, Dual Screen и Video Clean Feed тоже живут в Workspace, в рабочем пространстве. Dual Screen, он. Элементарно просто. Там же в настройках Workspace вы можете поменять основной дисплей. Primary Display у меня сейчас стоит первый, я могу поменять его на второй. Все просто, все поменялось. Точно так же переходим на основной дисплей, который стал маленьким в Workspace и возвращаем первый дисплей как основной. Смотрите, ребята, у вас на экране освободилось место для вьювера, потому что у вас контроль уполз на второй монитор. Жутко удобно, особенно если вы будете цветокорить ваше видео, вот что вы получаете. Вы получаете инструменты постоянно открытые. Вы имеете Waveform, вы имеете вектороскоп, на который вам постоянно нужно ориентироваться. И более того, если вам вдруг нужен какой-то один инструмент, чаще других, вы можете вытащить его и сделать большим. Тоже не проблема. А в основном окошке у вас появилось немножко больше места для ваших инструментов. Тоже это плюс. И, ребят, учтите, что сейчас у меня маленький экран и второй еще меньший экран. То есть, если у меня, когда у меня нормальная рабочая обстановка и у меня большой монитор мой первый, то экранный ноутбук я иногда использую как, если не использую второй монитор, использую как именно второй мониторчик. То есть, большой монитор всегда у вас будет первым. И выбрать эту возможность вы имеете здесь же Workspace, Dual Screen, включен и Primary Display. У меня, естественно, основной тот, который сейчас у меня больше, когда наоборот, вперед из песни, я выбираю основным дисплеем второй. И подключается, ребят, он тоже элементарно просто. Вот через этот переходничок здесь HDMI-выход и Type-C, которую я втыкаю в ноутбук. Все равно этот переходник я использую, потому что я использую внешние винты. Соответственно, вообще не проблема. И еще один момент. Честно вам скажу, что замечательный у MacBook монитор. Вот чудный, красивый, прям великолепный. Но, если вы решили плотненько заняться цветокором, не верьте ему вражине. Не верьте ему, потому что, особенно если у вас включены функции автоматизации, когда у вас меняется освещение, он начинает крутить цвета своего монитора. Поэтому не верьте этой гадости и контролируйте, что он вам показывает. Он может вас обмануть. Окей. И это вариант использования второго монитора как дополнительное рабочее пространство. Еще один вариант использования второго монитора – это VideoCleanFit. Для этого нам нужно сначала выключить DualScreen и включить VideoCleanFit. Сейчас у нас стоит «нет», мы говорим Display 2. И на Display 2 у вас просто выводится вьювер. Предпросмотрщик, что тоже очень, ребят, хорошо. Вот здесь как раз небольшой второй монитор, пусть у вас даже 7-дюймовый какой-нибудь лилипутик. Это все равно лучше, чем смотреть на вьювер в монтажке. И по цвету, если у вас калиброванный хороший мониторчик, то он вам покажет всю правду, а не то, что показывает вам экран ноутбука. Соответственно, использовать как чистый выход VideoCleanFit – это тоже очень хорошая функция. И на этапе цвета кора, да, можно пожертвовать рабочим пространством. То есть вам придется включать ваши инструменты контроля на основной монитор. Ну, если у вас основной монитор нормального размера, то у вас здесь появляется посерединочке еще колонка с настройками. Что, в принципе, уже достаточно. А на внешнем мониторе вы видите чистую настоящую картинку. И когда вы ее цветокорите, вы видите, что у вас меняется нормально на нормальном большом экране. Да, есть такое дело. Ну и когда я показал, как это работает, давайте поговорим, насколько это, ребята, нужно. А я считаю, что второй монитор – это нужно, даже если вы работаете не на ноутбуке, а на стационарном компе. На стационаре я работал с двумя большими мониторами. Почему это удобно? Потому что, во-первых, у вас увеличивается площадь полезного рабочего пространства. Как минимум, вы не сжимаете таймлайн, чтобы добавить туда инспектор или медиапул, или посмотреть больше эффектов или переходов и так далее. То есть увеличивать рабочее пространство просто физически удобно. Поэтому я работал на двух мониторах. Далее, если вы разживетесь хорошим вторым монитором, то вы его можете использовать как чистый выход, как контрольный монитор. Почему? Потому что монитор, на котором работаете вы, основной ваш монитор, не факт, что передает вам честные цвета. Если вы занимаетесь цветокором, вам нужно подготовиться к этому. Во-первых, вам нужен хороший монитор с настоящими цветами. И большой монитор будет стоить дороже. Вы можете купить калиброванный хороший мониторчик небольшого размера и использовать его как контрольный монитор. Дальше вам нужно в любом случае подготовить рабочее пространство. То есть немножко подумать, где вы работаете. Вам нужен нейтральный серый фончик за монитором. Вам нужно ровное освещение. То есть к цветокору нужно готовиться. Это вообще отдельная тема для разговора, но тем не менее. И второй монитор в цветокоре вам поможет очень сильно. Тем более, ребят, ну вот гораздо же удобнее работать, когда у вас контрольный мониторчик стоит отдельно и вы можете всегда посмотреть на него. Ну правда же удобнее, да? Окей, давайте обсудим в комментах подход к двухмониторной работе в DaVinci. Если вы считаете, что это зло и один монитор это более чем достаточно, вперед пишите, вспорьте, можем пообщаться. На этом мое полезное небольшое видео сегодня заканчивается. С вами был Сергей Блинов на видео ZONE XL. Заходите в гости, всегда буду рад. До связи, ребят, до воскресенья, пока.